Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вообще, в России есть такая большая история церковной музыкальной культуры. Там даже есть целые периоды в ней, это все достойно изучения. И, конечно, советская власть практически это все истребила. Поэтому два-три хора у нас уже в брежневскую эпоху, ну, такие вот, в кавычках можно назвать их профессиональными, оставалось. Но Патриарх, конечно, хотел бы, чтобы это стало таким всецерковным, народным, ну, можно сказать, движением, достоянием, что вот выразил такое совершенно естественное пожелание, что, ну, вот, это каждый приход в этом деле, ну, как бы подумал об этом, потрудился, потому что, конечно, церковь выручали очень такие, ну, профессиональные хоры, которые из людей не церковных зачастую состояли. Вот, и это, как бы, не очень правильно, потому что, ну, происходит некий разрыв между звуком и содержанием, а это должно быть органично и целое. Ну, Патриарх именно это имел в виду. И вот даже как-то, наверное, правонарственное, что вы пришли именно к нам, потому что с самого первого дня своего служения я был озабочен тем, что вы, вот, пели в храме те люди, для которых храм – это и есть их жизнь. Поэтому вот уже я этого добился и в том храме, где я начинал служить, и потом в дальнейшем уже, когда стал настоятельным через 10 лет, это, ну, у нас такое, ну, необъемное табу, что вот, как бы, сами поем, кто молится, кто поется. И это сейчас пришло в такую стадию, что у нас организовалась еще и певческая школа, мы сами готовим певцов и регентов тоже, поэтому у нас несколько хоров. Если честно, я даже не знаю, сколько. Ну, точно, что не меньше пяти, а может быть, больше. И вот такой результат хороший и по звучанию, и по репертуару, вот, и по такому молитвенному состоянию. То есть это не концертная деятельность, а такая молитвенная. Поэтому, я думаю, третья, уже завершающая стадия, я об этом не читаю, но пока еще как-то не дерзну, чтобы организовать еще и народное пение. Вот. Ну, начать с литургии, а потом вот распространить все неизменяемые песнопения. Ну, чтобы церковь, вся церковь. Тем более в моей молодости я ездил к одному там кому-старцу замечательному, вот, отец Таврил, он так поворачивался, говорит, поем все церковью. И пели евхаристический канон, а там свет и тихий. Ну, замечательно. Вот. Может быть, мы к этому тоже придем. Ну, так было бы тоже органично, чтобы, ну, человек стоял, не мечтал, а включался в общее пение. И это и для детей чрезвычайно полезно. И участие в общецерковной молитве, оно, ну, ближе к идеалу. Ну, и, конечно, впечатление на каждого приходящего, когда действительно вся церковь поет, это, конечно, очень мощно. Я помню, когда я в семинарии поступил, я уже был большой, такой человек, ну, смысл, полозрастал. И в первый раз в столовой услышал, как семинариста поет «Отче наш». У меня, правда, слезы брызнули. Такая мощь, там, 400 глоток, молодые парни. Мне казалось, с гора двинуться. Ну, конечно, столько мужчин в хорами нет, но, тем не менее, человек 500-800 может и спеть. Ну, в общем, в этом ничего сложного нет. Я с молоду в церкви пел, ну, потому что приходим в какой-то деревенский храм, в какой-то хор. Кто есть, кто-то поет. А вы знаете, вот сейчас вы стали рассказывать вот про общецерковное пение, да, вот всем храмом, всем приходом. Мне вспомнилось, мы в Вашингтоне жили, и Свято-Николаевский собор в Вашингтоне. И настоятели, сейчас нет настоятелей, но вот священники даже раздавали молящимся и говорили, что это вообще дореволюционные истоки, что надо, тогда человек не будет отвлекаться, ну, там, о своем думать, о литургии, будет такой... Я уже об этом не научил, а так это все что-то справедливо. Вот, вы сейчас прямо скажете, конечно, это не на таком уровне, как вот вы рассказываете, но впечатление такое, хорошо, можно дальше, да? Думаю. Вот, сейчас идея есть создания православных садиков, вот, и читатели спрашивают, насколько они важны, нужны ли, кто будет работать там воспитателем, какое-то специальное образование или еще что-то, что вы можете сказать? Ну, это зависит от того, какая ставится задача перед садиком и какие найдены люди для директора, это очень такая важная должность, кто будет осуществлять идеологию воспитательного процесса и контингент. И все от этого зависит. так, я, как человек, выросший в детском саду, я, конечно, являюсь противником детского сада, но, с другой стороны, я понимаю, что современная жизнь такова, и много мам одиночек, что надо им помогать, и без какой-то организованной помощи, работая с детьми, это как-то невозможно, а вот как назвать это садик или не садик, это уж не важно. Ну, было бы лучше, чтобы среди незамужних молодых женщин в приходе выбирались такие, которые бы вот себя направляли на такое служение. они организовывали бы такие группы по 3-4 ребеночка, желательно немножко разных возрастов, чтобы было похоже на семью. И в самой большой квартире такое устраивали, а может по очереди. И такие вот маленькие группки, это было бы хорошо, потому что детский коллектив это такое противоестественное явление, и больше годится для подготовки человека к светлому будущему, но никак ни к семье, ни к жизни. Вот, поэтому но с другой стороны, если ну такие люди ну с точки зрения христианской педагогики грамотные и воспитанные, то они могут и в более или менее большом садике ну что-то такое сделать. А программа какая-то, вот смотрите, большинство же, да, правильно, вот папа, мама работают, да, допустим, детей нужно в садик определять, ну если нет бабушек, дедушек, а подготовка к школе, это как вы считаете там в 5-6 лет, может быть не с 3-х лет ребенку идти в садик. А зачем? Можно же организовать подготовку к тюрьме. Ну собственно зачем? В этом как-то нет никакой нужды. Вот а если дети проявляют какой-то интерес, то всегда можно учить читать, писать дома. С 4-х лет конечно, ничего там сложного нет. Просто если ребенка раньше времени начать приучать к школьной муштре, к домашним заданиям, то обычный ребенок к 4-му классу уже у него полностью пропадает желание учиться в школе. Ну в среднем. Это отдельно только. Сохраняет это надолго. Может класс до 5-го. Есть такое да. Да что ж, я это знаю наизусть. Вот. А если домашнее образование, то там интерес к учебе нужно сохраниться и до института и так далее. Это гораздо более эффективно. Просто мы люди советские, поэтому мы боимся отступить от этой убивающей все в человеке советской формы образования. Потому что я это проходил, дедушка мой проходил и как-то как-то все и выжили же да как-то выжили конечно в институт поступили да он выплыл вот сейчас мальчик упал с 14 этажа и выжил вот сейчас борется за теплящуюся жизнь главное выжить мне кажется что лучше создавать ситуацию невыживания а это уже постарше когда они в спецназ будут готовиться такую ну развивающую нравственно программу потому что главное ведь что в ребенке воспитать любовь к Богу и понимание что такое христианство и стремление стать одним из христиан вот что главное а все эти программы там всякие Дед Морозы там провода русской зимы это все никому не нужна общая вещь что ее провожать она вот ты ее проводил она опять пришла опять собачий хи-хи ха-ха и хороводы ну это конечно такая ну гимнастика некоторая ритмика она тоже полезна но можно это в более каких-то симпатичных формах не формы каких-то кремлевских утренников там где баба и га присутствует еще там чего-то обязательно какая-то нечисть должна ну это совершенно не обязательно хорошо это если уж организовать садик пусть это будет ну вот из противоестественной человеку структур но можно это стараться облагородить и найти человека который программу сделает и начнет искать какие-то подходы все прочтет что есть по этой теме теме это очень серьезно хорошо отец Дмитрий с 12-го года в школах ОРКС так называемые основы православной культуры то есть почти 4 года можно уже говорить о каких-то результатах а я не знаю я это не изучал вопрос совершенно это надо говорить уже вам найти учителя который внутри процесса и он вам скажет какие трудности те трудности которые могут быть и какие результаты я могу только предполагать потому что это чрезвычайно трудно потому что дирекция так воспринимает этот предмет отдел народного образования так это воспринимает предмет учитель который раньше географию преподавал так это мыслит об этом а человек выцерковленный христианин он у него совершенно другие такие задачи и вот тут ну очень сложно 4 года ну если в одном классе трудиться ну что-то можно вообще сделать но это опять я как бы из внутри себя я что-то сделал конечно если бы я этим занимался ну так сказать я занимаюсь большими проектами вот поэтому мне просто на такую вещь нет совершенно ни времени ни сил на этом ну уже моя эпоха в этом смысле воспитания маленьких детей она уже кончилась это надо молодежь и вообще очень такой болезненный вопрос отец Дмитрий ну об Украине у меня например мама наполовину украинка фамилия моя Грипас это тоже вот украинская фамилия то есть по мужу ну бывает вот переживаем за Украину Дмитрий Ростовский автор наших житей тоже с Украины ну правда такого слова-то на раньше не было это уж так придумали в 19 веке он в 18 уже вот всех вот волнует судьба как вот каждый службу молимся вот ну как-то ведь это народ пожелал считать себя как не русскими и строить свое государство ну флаг в руки а как вообще это вот так все может ну закончиться что вот ждет ну там очень много всяких возможных вариантов и там такое эшелонированное вмешательство очень разных сил поэтому тут ну как-то сама ситуация она как-то заставляет думать все решают по-разному одни стремятся уехать в Польшу другие в Россию третьи в Белоруссию в Молдавии не очень вот очень ну самый большой процент людей покупающих недвижимость в Болгарии это с Украины то есть вот уезжают миллионы вот некоторые так решают этот вопрос некоторые там ну скачут и кто не скачет тот на скале вот ну некоторые делают свой бизнес вот ну и так далее каждый нашел себе какое-то дело и ну так все довольно напряженно что тут скажешь это я даже могу вам рассказать я раньше думал что вот такое выражение сердце кровью обливается что это такой художественный образ а когда вот это все случилось я у меня целую неделю вот такое было ощущение внутрь и в груди кого-то горячая кровь течет по стенкам сердца туда куда-то внутрь и вот вот такая была такое ощущение было что вот сердце истекает кровью вот такое было сильнейшее переживает сейчас я уже как-то попривык вот но убивать стало все-таки меньше хотя пальба идет вот два города там их окраины превратили в руины некоторые поселки там снесли совершенно неповинные люди вот в общем какая-то из души наших южно-русских людей какая-то непонятная злоба вылилась на своих же статистик ну как-то это понять принять невозможно но каждый из них по-своему вот я с одним жителям Украины говорил я говорю ну как же так вот Юрий Долгорукий строитель Москвы князь Киевский например город Ярославль что это значит в переводе на современный язык город Ярослав чей Ярослав почему ну потому что Ярослав Ярослав Мудрый его основал а почему кафедра митрополита оказалась в Москве ну потому что митрополит Петр который был галичанин по так сказать своей такой происхождению он ее из Владимира перенес в Москву обчует он а какой титул носил наш святитель Петр это первый московский так сказать святитель как Киевский и все а Руси и что или он тоже теперь Москаль непонятно просто ну татары вытесели с Киева на север огромную массу народа кто убежал кто не вот как в Алеппо сейчас а те убежали другие не убежали а как-то смогли там остаться но как же так ненавидеть друг друга наоборот у нас сколько Украин с Украины теперешней этой территории вообще народу в России там приезжало и для нее потрудились и святителей и священников и сколько было у царя Петра сподвижников оттуда и там вообще был центр образования ну как вот допустим кто-нибудь Петру Могиле сказал ты не русский или Гоголь и чем он на это ему сказал а какой я итальянский что ли ну понятно Гоголь жил в Италии я даже в кафе ходил где он там завтракал ну так и что теперь он итальянец а может он католик там незаметно стал ну в общем странные какие-то явления связаны с абсолютным нележеством и бескультурием кто это все посеял это такой зараза вот там Тарас Григорьевич он хоть и просил похавать его на Украине милой но спокойно в Санкт-Петербурге почивает и как-то и не собирается переховаться вот мне это абсолютно я у меня теща похоронен на Байковом кладбище вот я не различаю для меня это что человек с Украины что с Белоруссией я не считаю тогда можно считать вот Ярославский народ или там еще меньше Пашихонский Костромской раньше у нас как и вообще в каждой стране мира как в Германии до сих пор каждая земля говорит немножко на своем языке вот и для нас это все и родное с утратой нашего фольклора благодаря советской эстраде мы поэтому очень любим украинские песни настоящие народные потому что у нас это народно уже благодаря этим эстрадным певцам которые такое сочиняются невкусное это все исчезло поэтому это любим и ценим Киев маленький городок русский вот поэтому я вообще когда у нас начался распад Советского Союза я мечтал чтобы столицу опять вернули в Киев пусть Москва будет как Нью-Йорк а Киев как Вашингтон как столица или как Бонн замечательный город прекрасный красивый всей страны строился и как говорится ну такой был центр его еще усилить ну вот все замечательно опять вернуться к истокам своей истории это как-то замечательно в одном купили мы все крестились вот а то придумали какие-то ветви единого народа но это все искусственно потому что вот я в Киеве часто бывал практически каждый год чтобы на могиле мамы моей супруги помолиться ну и там всегда дела были в лавре там это же наши годнички вот у меня даже есть два ордена украинской православной церкви и меня священники посвящал преосвященнейший Владимир блаженнейший так сказать все куда ни время все равно все встречают обычно с такой любовью откуда это взялось я учился в семинарии я был один москарь остальные ребята все были с западной Украины и что мы не любили друг друга не знаю очень очень память самая хорошая у нас на приходе ребята сейчас работают с волнением там у них работы нет приезжают все по-русски говорят хорошо а то что они еще на своей мове ну так это вообще замечательно у меня есть одна прихожанка которая вообще там пятиязыков знает ну так и чего по-русски она с ошибками говорит ну так и чего что же хорошо спасибо еще вот наверное такой вопрос в обществе тоже спорят вот как правильно русский или россиянин боятся слова русский сложно потому что одни считают что надо в лоб дам а другие по лбу это задача молода академии наук подключать глупо или по лбу сложнейшая задача у нас бывает так и склонны спором одни говорят надо против солнца креслом ходом а другие пор и из-за этого готовы из церкви уйти это вот от такого церковного бескультурья потому что церковь это хранительница культуры так как церковь две тысячи лет и в этих двух тысячах целая тысяча это наше время то чтобы освоить тысячелетнюю культуру надо очень много и почитать и поучиться а вот этого нет поэтому люди какие-то ухватывают лоб и начинают их транслировать и возникает такое хонубинство и окажется выплескивают грязную воду вместе с ребенком очень большие потери вместо того чтобы все беречь изучать любить исследовать русский это значит человек принадлежащий российской культуре российской земле российской истории российской религии которой есть православие это русский человек если мы войнем любого украинца он этому принадлежит вот любого кроме которого ты уперся говорят что украинцы неупрямые я правда никогда не замечаю ну ничем не отличается вот ну выговор немножко у них ГЭ так немножко смещает но не у всех кто так кто так не знаю может у меня словно на ухо наступил но вообще так что-то никогда не замечал мое детство вообще все в музыке прошло я очень как бы люблю вот поэтому россиянин это как говорится ну тоже такое слово старинное это ну просто синоним вот ну может быть это тот кто принадлежит этой государственности Ельцин именно это имел ввиду потому что русские русских ну вот как и сейчас как и при русской империи было 84% русской империи и вот когда у Владимира Даля у которого папа был немец а мама датчатка по-моему спросили а вот вы кто вот я думаю по-русски поэтому я русский вот не будь Даля мы бы не знали что такое русский язык великий гениальный труд и каждый внес в свой вклад Багратион свой Барклай де Толли свой Даль свой ну и так далее что тут вот Владыка Дмитрий туптала Дмитрий Ростовский свой спасибо и отец Дмитрий такой вопрос ну наверное предпоследний уже да сейчас везде в новостях да там обсуждается и коррупция и одного арестовали там Улюкаева другого арестовали за взятку что вот это кто-то говорит что это псевдо борьба с коррупцией кто-то говорит что подставили а кто-то говорит что наконец вот взялись за мошенников а я же конечно имею связи глубокие со следственным комитетом но я в это дело совершенно не влезаю там в этих же самых пресловутых новостях говорили что президент ну как бы давно ему все докладывали что происходит с министром Улюкаевым поэтому я не думаю что это же ну ему тоже трудно пережить ведь шутка министр но это тот человек во главе вот член исполнительной власти который назначается президентом ну там некоторые министры утверждаются еще и думы тоже законодательной властью и вдруг он вот совершает уголовный это же позор для страны и я думаю что если уж Путин на это идет то дело какое-то серьезное но это вообще не наше дело это все какие-то досуженные досуженные домыслы я не знаю какой суд будет открытый а может сам Улюкаев захочет чтобы он был закрытый и уже только по сроку сориентируемся а может он как будто сделку со следствием как это сейчас стало совершенно не знаю это абсолютно не моя компетенция что есть то есть я знаю что это все как бы не просто и знаю людей в вышелонах власти и даже среди министров которые никогда спичного коробка не возьмут таких тоже знаю лично поэтому время покажет да покажет или не покажет все сложности которые у нас есть с коррупцией ну они везде такие потому что если у человека нету Бога в душе тогда у него только деньги в голове но когда уже деньги и в сердце это уже трагедия ну вот последний уже вопрос люди теряют работу время непростое дети растут бюджетные эти не скажете мне за тысячелетие нашу историю какой отрезочек был простой не было наверное вот скажите пожалуйста как вот людям выстоять и остаться при этом добрым православным а что выставить понимаете если посмотреть на наш народ в среднем народ толстый это от чего избыток пищи что выставить голодаем что ли нет покажите мне там бомжа который голодает да нет все нормально упитанности жилья нет вот лишь бы они не пили либо это вредно а так что в стране голода нет наша страна чрезвычайно привлекательна для наших окружающих соседей едут миллионами находят здесь и работу и пищу и так далее то есть есть работа просто человек ну вот я знаю там одного молодого человека я хочу в баре работать ну разливать напитки он так хочет ну хоти ну так может хотеть вообще уже до пенсии а так мне кажется надо какая есть работа на то и идти мало платят но мало возьми дворником наймись в три места и будет много 50-60 ты будешь зарабатывать и будешь сильный здоровый без всякой гимнастики так что я вот это вообще не понимаю если таджики работают то значит работа есть я работал и дворником и сторожем и мужиком и дедоморозом каждый раз как новый год приближается я все вспоминаю свою вветущуюся молодость как я дед морозил за один выход 10 рублей отлично а можно это написать? да на здоровье что-то ой как интересно это когда учились да? ну нет у меня был период когда я учился но я учился в вечерней группе поэтому я одновременно работал одновременно от трех работал что надо было семью содержать снимать квартиру ну все как у всех я собственно не понимаю у меня никогда не было знаете простого времени с 17 лет работал и в институте учился и в одном потом в другом потом в семинарии так сказать все так постепенно осваивал эту жизнь Владимир Дмитриевич спасибо вам большое пожалуйста спасибо за субтитры 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 спасибо за субтитры